Полезный город Поры претензии, нервы наколены у собственников. Они сразу же угрожают управляющей компании обращением в контролирующие всевозможные органы, в том числе в госжилинспекцию. Мол, найду на вас управу. Давайте сегодня попытаемся разобраться, насколько оправдан и эффективен этот путь, бить во все колокола сразу, да? Или все же нужно в первую очередь во что бы то ни стало находить общий язык с управляющей компанией? Конечно, естественно, в первую очередь надо находить общий язык с управляющей компанией. Хоть это и непросто, наверное, зачастую. Ну, я думаю, что это путь намного короче, чем через обращение в государственную жилищную инспекцию. То, что вы сказали, что пугают обращение в государственную жилищную инспекцию, вот честно, как руководитель управляющей компании скажу, что да, это страшно. Да. В этих случаях, конечно, управляющая компания принимает все меры для того, чтобы собственник туда не обращался. В настоящее время для управляющей организации установлены очень большие штрафы за нарушение лицензионных требований от 250 до 300 тысяч рублей. Ну, это касается многих там статей, да, обслуживания дома. А нарушение лицензионных требований – это практически все. То есть, если, например, банально трещина на штукатурке на фасаде, и собственник обратился в управляющую компанию, и управляющая компания это все устранила, это одно дело. Но если он не обратился в управляющую компанию, написал сразу в государственную жилищную инспекцию, ГЖИ выходит на проверку, трещины быть не должно. Это нарушение лицензионных требований. Соответственно, если специалист ГЖИ видит трещину, то все. Маховик этот запускается, да? Маховик этот запускается. Поэтому, естественно, мы реагируем на все обращения, но когда уже доходит до такого, что если вы там не сделаете, мы обратимся в ГЖИ, конечно, в первую очередь придем выполнять вот эти вот заявки таких вот собственников. Пишут по всем поводам, и по начислениям, и по уборке подъездов, по содержанию придомовых территорий, по содержанию общедомового имущества. То есть, обращений достаточно много. И, в принципе, если бы собственники ранее обратились в управляющую компанию, я думаю, что они были бы как бы решены данные вопросы. И у нас ведь, кстати, даже рейтинг управляющей компании Государственной жилищной инспекции устанавливается по количеству обращений собственников. Чем больше обращений, тем ниже рейтинг. Да, но они считают на квадратные метры. То есть, берут сумму обращений за год, делят на квадратные метры управляющие компании, выводят коэффициент соответствующий, и вот по такому принципу устанавливается рейтинг. Поэтому, конечно, обращения в Государственную жилищную инспекцию, они во всех случаях как бы не в пользу управляющих организаций. А чем, давайте подробнее расскажем, чем чреваты такие ситуации, когда сразу в Государственную инспекцию обращаются, чем чреваты это для управляющей компании, для жителей? Жители могут вообще без ука остаться? Если управляющая компания не выполнит предписание два раза по данному дому, да, она может быть лишена лицензии конкретно по данному дому. То есть, Государственная жилищная инспекция проводит проверку, выдается предписание на устранение нарушений с определенным сроком. И в эти сроки управляющая организация должна их выполнить. Если не выполняют. Не выполняют, значит, если в течение этого же года, календарного, происходит еще обращение по данному дому, еще выдано одно предписание управляющей компании, его опять не выполняют, то может быть лишена лицензии конкретно по данному дому. Не в целом, что вот не будет ее управляющей компанией, не будет управлять конкретно вот этим домом, с которым пришло две жалобы, и эти жалобы не отработаны управляющей организацией. И все, дому придется запускать процесс поиска новой управляющей компании, да? А это все, мы знаем, не очень быстро происходит, там тоже процедура достаточно такая затейная. Там есть вариант, что дом может наложить вето на решение КЖИ о лишении лицензии управляющей компании. О, есть такая возможность. То есть, может быть, пишет один человек, недовольный чем-то, в принципе, по жизни, а весь дом может быть доволен работой управляющей компании, в этом случае дом может провести собрание и принять решение, что все-таки мы хотим остаться в данной управляющей компании. Знаете, у меня еще такое подозрение создается, что это зачастую такой инструмент в недобросовестной конкуренции. Вот подговорить каких-то жителей конкретного дома, давайте обращайтесь к КЖИ, и тогда вот управляющую компанию накажут. Может такое быть? Вот такой нечистой, нечестной игры? Да, конечно. Это может быть, и наблюдаем, например, в одном из наших домов есть такая ситуация. Но мы же понимаем рынок управляющей компании, конкуренция, в общем-то, да. Есть добрые люди, которые подскажут, направят, расскажут, как это все делается и каким образом. В общем, давайте еще раз проговорим вот этот путь взаимодействия с управляющей компанией по тем или иным возникшим проблемам. В общем, обращение в КЖИ, я так понял, это такой козырь, который может оставаться в кармане у конкретного жителя. Но в первую очередь давайте будем общаться с управляющей компанией. Конечно, тем более способов общаться с управляющей компанией очень много. Это и диспетчерская служба, это и электронная почта, это и личное обращение в управляющую компанию с письменным заявлением. Это обращение через ГИС ЖКХ. В нашей управляющей компании еще есть мобильное приложение Бурмистр, через которое тоже можно быстро, очень, путем использования личного телефона обратиться в управляющую организацию. Путей обращения в управляющую организацию очень много. И я считаю, что пока данные пути не использованы, обращения не было, то сразу через голову прыгать и писать в контролирующие органы не совсем правильно. Но в настоящее время у нас пока не принято на законодательном уровне положение, что не обратившись в управляющую компанию, собственник не может обратиться в Государственную жилищную инспекцию. То есть там рассматривают все заявления. Может быть такой порядок, да, прям утвержден на государственном уровне, что сначала вопрос с управляющей решается, а потом уже... Сейчас как раз рассматривается этот законопроект, и мы, и Государственная жилищная инспекция очень надеются, что он будет принят. Потому что в случае управляющей компании это позволяет избежать, да, там, проверок Государственной жилищной инспекции, ГЖИ разгружается, так скажем, их работа по приему обращения граждан. Ну да, я понимаю, да, в существующих рамках загруженность ГЖИ может быть большой, да, в связи с этими обращениями. Понятно, что зачастую они могут быть не слишком оправданными. Основной поток обращений сейчас к вам в УК с чем связан? Летом? Летом это все текущий ремонт. Текущий ремонт. Да, это те работы, которые можно проводить только летом. То есть это фасад, крыльца, козырьки, придомовая территория, все, что связано с конструктивными элементами. Зимой это больше, конечно, инженерное оборудование, трубы, качество коммунального ресурса. Уборка крыш, дворов и так далее. Это, да, уборка крыш, дворов. Лето это всегда благоустройство и текущий ремонт. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт проводим мы по спецсчетам, там, где открыты спецсчета. Ну и фонд капремонта сейчас тоже как бы старается, выходит на капремонт. Давайте напомним еще раз, где находится управляющая компания «Паритет». По всем возникшим вопросам можно именно к вам непосредственно обращаться. Мы находимся по адресу улицы Свободы, дом 133А, телефон 412202. Благодарю, Анна Клепикова, руководитель управляющей компании «Паритет». Спасибо. До свидания.